Добрый день! Вы пришли сегодня на экскурсию в пожарную часть. Можно сказать, почему именно пожарная часть? Не музей, не какой-то еще другой. Другие достопримечательности города. Ну, это что-то, наверное, необычное, нестандартное. Не такое, что в музей можно туда каждый день пойти. Пожарная часть. Раньше, наверное, доступа общественного не было сюда, в открытый, еще с детьми. Это интересно, потому что такая тайна все время. Это же служба опасна и трудна. И интересно посмотреть на нее изнутри. И плюс это как бы такой мальчуковый заряд каким-то позитивом, эмоциями на какой-то хорошей недельке-две, так точно, чтобы немножко слез с мамой. Поиграй, поведи еще куда-то. Для детей это какая-то разрядка все-таки. За целый год они устают от садов, от этих, а тут они набираются эмоций, позитива и точно так же мы. Впадаем в детство. Вот так копается. А скажите, вот к этим людям, к пожарным, какое у вас отношение, ну, человеческое, скажем так, да? Очень большое уважение. Они большие молодые. Потому что за такие реально в наше время зарплату, работать и выполнять свою работу классную, это заслуживает только уважение. Очень им признательно. Это невидимая работа, мы о ней не слышим, невидимые ее. Мы где-то, может, там отголосками, а там был пожар. Но мы же не знаем ценой чего. Он был потушен, либо еще... Это очень такая сложная работа и жалко, что именно в нашей стране она так малооплачиваемая и, наверное, не особо ценная. Даже посмотреть на вот эти вот машины, да? Насколько наше государство беспокоится об этом. Не снабжается, не спонсируется, что такое все. Сами вот как могут, красят, да, выкручиваются. Ну, понятно, что сложно. Поэтому только уважение и большая благодарность этим ребятам. Спасибо. Представьте, спрашиваю, как вас зовут? Меня Алена зовут. Очень приятно. А мальчик? Молодой человек, здравствуйте. Как вам экскурсия? Хорошо. Нравится? Пожарникам. А что больше всего понравилось? Да не знаю. Не, ну, машина, может, руль, там, колесо. Да все, конечно, понравилось. Все понравилось? Хочешь быть пожарным? Скажите, пожалуйста, вот профессия пожарного, она же как бы достаточно с большим риском для жизни. Вот что вас держит или что привело к этому выбору профессии? И что, собственно говоря, держит профессии? Ну, наверное, это в девятом классе у меня была такая мечта. И я эту, в принципе, мечту создал, сделал. Это было еще в 2007 году. Я поступил туда учиться. Пришел работать в город Одессу. Меня отправили в отряд. Развечали ситуации. Я там был на первой должности спасателя-моториста. То есть, ну, выезжали, спасали с ДТП. То есть, выезжали, помогали, как бы, на пожары, в принципе, в помощь. Но у нас, как бы, воды не было. У нас были, ну, у нас, звичайные, то есть, вот, работы. То есть, мы, как бы, работали, помогали. То есть, у нас были тоже аппараты. Ну, через пять лет, ну, я вам скажу, здесь чуть-чуть не стал лучше работать. Потому что вот там выезжаем на ДТП. То есть, там люди, там сразу работают с людьми. Там нет такого периода, допустим, у тебя в запасе, там, минуты жизни. А когда ты туда вот приезжал, было такое вот, что вот пару секунд у тебя запаса жизни. Это вот очень трудно. Трудно, когда особенно оказываются там дети. Вот это вот... Были такие случаи, вот, на моем опыте, когда вот парень ехал с учебы. Ребенку пару месяцев. Ему 19 лет, Жене 18. И он попал под машину. Тоже спешил просто на... Ну, не получилось, скажем так. Ну, вот через пять лет, то есть, я перевелся уже как четыре года работой в пожарке. Чуть поспокойнее. Ну, тоже есть своя опасность. Помнишь ли свой первый случай, когда вы выезжали, выехали на вызов там, именно уже где был пожар? Было страшно? Не было страшно? Что вы чувствовали? Я, как бы, говорю, вот, повторял, страшно всегда, выпить человек тот, который не боится. Я, вот, знаете, вот, наверное, когда вот я служил вот три года, я тоже думал, что я ничего не боюсь. Но когда я вот получил шок, когда вот не ожидал этого, я понял, что я тоже боюсь. Я тогда вот с начальником Карлулом переговорил, и он мне такую вот фразу сказал. Знаешь, Юра, выпить человек тот, который не боится. А если ты уже не боишься, значит, я с тобой уже что-то не боюсь. Юрий, скажите, пожалуйста, как вообще дети относятся? Вот сейчас вы экскурсию провели? Да. С интересом? Или родители? Ну, еще все полностью не показали. Знаете, слава богу, что вот Неля попала, то есть Неля к нам часто заходит, а она уже все вместо нас уже знает, то есть все она рассказывает, она улучшит. То есть, в принципе, и все-таки реакция детей, они с интересом слушают вас? Да, большинство, да, только, знаете, я вам скажу, ну, сейчас за этот раз, наверное, и точно. С нашим правительством, как бы, знаете, там, допустим, семью прокормить, то есть на эту зарплату это невозможно. Вы сейчас говорите непосредственно о своей работе? Да. То есть, да, там, понятное дело, что все там говорят, надо вот зарабатывать, да, надо, но если были бы нормальные зарплаты, нормальные, допустим, там, вот, боевки, машины, да, то есть, может быть, человек действительно вот задумался и начал бы повышать свои квалификации. Как часто выезды у вас бывают? Вот сейчас уже, так понимаю, сезон начался. Да, сезон, в принципе, знаете, вот, допустим, осенью, допустим, вот, сухая трава, там, то, вот, зимой, допустим, а, отопление, то есть, уже квартиры. Каждый, вот, период сезона, то есть, вот, каждые свои разные пожары. То есть, их нету там часто, не часто, то есть, вот, каждый период своих пожаров. Вы обслуживаете любой район? Мы обслуживаем, то есть, как бы сейчас, вот, Приморский район, да, но выезжаем в помощь в другие районы. Потому что, вот, как вот, Наля говорила, то есть, мы можем, вот, допустим, выехать на Таирво. Ну, выезжаем на Таирво только по третьему номеру. То есть, когда пожарим, запущен, будет там больше квадрата, сколько там, какая-то опасность. Это еще один вопрос. Смотрите, вот, что держит на этой работе? Ну, что, ну, одно дело, детские мечты, вы там, в девятом классе мечтали, приехали, столкнулись, ну, возможно, несколько другие реалии, да? Что держит сейчас на этой работе? Когда вот последние чувства, когда его спасли человека. Действительно, когда вот с караула там выехали, вы его достали, то есть, передали, и потом вот через месяц он живой, то есть, он нормально, он живет свою жизнь. Вот это вот одно заставляет многих ребят здесь вот переступить через сюда.